еще разок доброго здоровьица не даете старикану расслабиться полежать отдохнуть все что-то там такое как говорится информация молния знаете вот как телеграмма молния информация очень важная разъясняющая недавно я смотрел телевизор вот как раз неделя знаний была кстати мне в общество знания когда я в свое время хотел это 1980 на 3 4 год рассказать о чистке печени о том как можно оздоровиться без всяких яких пошел ты куда подальше ну так вот там значит было такое интересное сообщение молодых амбициозных мы делаем искусственную печень там что-то там такое делают искусственную печень и молота ладно искусственную печень а вот такой вопрос а свою печень что нельзя сохранить его кстати мы тут на канале на мы 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 киноканале возрождаем свой организм то есть не делаем что-то искусственного а мы восстанавливаем свою организм система то сама восстанавливающийся значит мы можем если у нас голова светлая восстановить это все дела и далее далее еще значит как раз в тему такой вопрос другой уже более так пожилой человек наверное он следующее говорил что вот онкологии используются какие-то там методы так далее и при этом при этом опухоль ох это опухоль она не стоит на месте она тоже только на нее начинается воздействие она такая кажется шмых 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 и и утекла то есть начинается радио и облучение ее она и утекла в другое место переждала это и потом по новой то есть вот так вот такую мысль сказал и поэтому надо сделать якобы такие лекарства которые были бы умны и бегали за этой слизью за этой опухолью за этой плесенью значит и ее убивали но я вам еще разок напомню чего как бы сказать началось и продолжилось вот мы начинаем делать какие-то с вами процедуры а именно мы начинаем делать предварительная подготовка вот это с травами побуревая подготовка к очищению печени при этом мы не знаем что там у нас имеется внутрях а там как правило болото болото с разного рода слизью с разного рода полипами ну естественно паразитами глистами и так далее так далее так далее и вот это вот болото надо расшевелить надо куда-то его изгнать как-то изгнать и вот как раз когда мы начинаем вот эти травки принимать они душистые насыщены фитонцидами насыщены вот этими всеми будет ароматическими веществами которые вот это вся эта зараза паразитарная не выносит и потихоньку отходит но она-то отмирает не сразу вот мы начинаем воздействовать 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 грубо говоря она там сдохла но еще труп там висит а потом только в конце концов этот труп отмирает вообще значит отрывается и при этом значит что человек неожиданно испытывает резь может естественно что-то там временно разладится человек думает что ж такой я там сделал чистку я там сделал то я сделал пятое десятое как как бы чего не вышло то есть он пугается и вот я как светоч и прочее 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 да ну вы знаете разъясняю вам этот момент а теперь я хочу еще разъяснить и разъяснить вот недавно наталья чистила печень это у нас было здесь 19 апреля этого года ну еще разок прочитаем чтобы лучше врубились в тему и понимали а заодно и покажу эти самые слизь и так далее итак петрович здравствуйте сделала чистку печени наконец-то и есть результаты где-то полторы недели а это я как раз и порекомендовал полторы недели пила порошок из трав далее значит выпила там ложку порошка там пошла там чистка вчера после второй ложки порошка заболел живот и начал отходить слизь а почему живот заболел знаете вот так он принимает принимает порошок из этих трав а никаких как бы сказать боли особо нет а вот когда начинает отходить слизь которая образовалась слизистой нечто знаете это самое нечто общее со слизистой оболочкой это слизь и она не обязательно она будет посасывать так сказать пищу которая находится в просвете кишечника она может у вас посасывать из слизистой оболочки кровишечку попивать ее понимаете попивать ее и вот когда это слизь отходит отходит естественно как бы сказать там образуется ну нечто подобие ранки воспаление то есть оголилась слизь это ушла это оголилась будучи повреждена этой слизью и поэтому значит что у нас заболел живот в животе заболела вот такой значит прям таки кровь крупные куски слизи пошли то есть вот это травки побуривая вот эти отлично действует против вот этой вот плесени значит стул со слизьбой был пять раз болела голова естественно интоксикации да и вот вечером пришло время пить масло целом было спокойно так 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 я делаю первый раз выпила масло лотками на грелку потом полежала значит ответили что надо еще там пить она так медленно выпила не надо там загружать очень редкие люди могут за раз выпить 300 грамм масла и при этом знаете у них не рвоты ничего она пойдет туда куда вызовет чистку печени в большинство будет рвота и так далее поэтому медленно минут через 15-20 по глоточку так раз 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 150 примерно выпили 100-150 отлично если была хорошая подготовка помощью трав значит все пойдет со стулом выходила густая коричневая слизь вот она вот она плесень плесень что у нас как бы сказать белая серая и черная то есть готовая а злокачествится и превратиться враг расселиться там или иначе а вы еще думаю а че так столько онкологии много да че кругом тут все ослизнено лежа на грелке чувствовала как будто печень гудит ночь прошла спокойно татарата восемь утра туалет сделала клизму увидела эти камушки вот эти значит даже камушки это хорошо это говорит о том что печеночка но то что слизь вышла вот этот кусками знаете это еще лучше еще лучше цвет значит такой-то кстати никаких паразитов не было почему-то достаточно вот то есть слизи которая там работает лучше за всех паразитов так сейчас самочувствие хорошее уже начала есть это та-та-та-та-та-та-та ну и дальше благодарность школа у вас не просто канала целая школа чем я вам только говорил да связываясь с вами реально по-настоящему можно проводить оздоровительные процедуры при этом не говорится наталья что вот эту процедуру ты пройдешь только заплатил такую-то сумму а польза-то ох 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 там польза будь здоров на какую то есть человек проводит а потом уже потом уже там сам оценится поблагодарить и так далее но не в этом как бы сказать дело сделано и так смотрите 19 апреля была проведена шисточка да и потом потом вот она как раз вчера вчера это у нас было вчера второго мая она спрашивает можно спросить вчера в течение дня выпила чуть меньше одного литра чая надо бы меньше ну вот то что мы говорили с тиграном какой там чай так далее значит настояла в термосе дуванчик лопух подорожник плюс крапива до из ролика с тиграном от меня от себя кинула крапиву туда но люди есть конечно люди вот так же съела чипсы вечером захотелось ну не без того ну бывает знаете вот в зависимости от того какой энергии не хватает в организме человек использует те продукты того вкуса потому вкус это энергетика которую значит не хватает но чипсы ну 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 сел ничем утром немного заболела в районе печени потом сделала клизму и сейчас до сих пор болит или печень и желчный пузырь прикладываю грелку немного легче вы знаете вот если вы как-то не знаете что-то у вас заболела все-таки в этом не грейте грелками так далее почему потому что может быть просто-напросто нагноение то есть у вас какое-то воспаление там или еще она может саму собой пройти будем говорить а когда вы начинаете что-то гореть у вас это воспаление может превратиться в гнойный процесс ну я так думаю так поднялась температура 37 и 3 то есть организм активно начал что-то что-то товар бороться с чем-то может еще нагрела горелкой вот видите когда не знает может не может я порекомендовал голодать во время голодания организм на голоде становится гораздо устойчивым против разной инфекции значит против разного спаления и прочее 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 это все быстро проходит а чего так плохо от чая от чипсов болит уже полдня боль остро где-то даже режущая режущая и что с этим делом подскажите пожалуйста я где-то две недели назад делала чистку печени с уважением натали натали так я значит сказал подарок по голодайте два-три дня успокойтесь не надо вот сразу там литр загрузились вот то что там вам сказали это по стаканчику найти мы все разные что там с вами может быть и так далее так далее так это так был ответ и вот она она прислала фотки фотки вот такие вот ошмотки на этих фотках вот тут это самое я подумал похоже конечно на каких-то паразитов листов но что-то мне подсказывает что это скорее всего полипы полипы которые отпалились и значит что она написала значит все нормально все прошло сегодня утром уже не болело ничего утром же сделала клизму и вот что увидела это глисты так вот чай было немного тяжелее чем при чистке печени ну знаете ну ладно хотела спросить еще кое-что следующую чистку печени проводить с такой же подготовкой травы прогревания стул никак не наладится самостоятельно пробу раздельно питаться жидкости до еды какие-то движения с кишечника но позывание это различие позвало что если можно с уважением натали и вот смотрите на эту штуку штуку 23 сантиметра я думаю что это все-таки полип и смотрите если бы это был там грубо говоря очень человек выпил там чайка да допустим вот что-то он сделал порезала только хоп в животе там порезала и хоп что-то там вышло то есть если это был бы глист это был бы грубо говоря свежий аскары да там такая то есть мы видел ее все она еще не успела бы разложиться то есть мы видели этого червяка целиком и понимали с чем мы имеем дело то есть грубо говоря вот такого вот белого там цвета а вот если это как я думаю это полип то что тут произошло полип мы тоже бы увидели такой клонайте как бы сказать чулочек молочек или еще какой-то а тут видно полу разложившиеся о чем это говорит это говорит о том что когда человек применял полторы недели вот эти травы побуривай потом сделать значит чисточку что произошло вот эти травы побуривай убили этого полипа и он потихонечку грубо говоря и сдох и спустил дыхание последнее что начинать и сдох то есть это не ругательство и сдохнуть вот и естественно так как он образовался слизистая нечто такое знаете вот это слизистая кишечника а это полип он сюда вот так вот внедрился это посасывал человека поэтому человек и чувствовал себя знаете вот вроде бы все нормально а а здоровье нету а силу особо нету не туда гнать чтобы взбрыкнулся так ну как я примерно сейчас и вот это все значит сдохла и потихонечку потихонечку грубо говоря начала разлагаться превратившись у слизь а потом только ну возможно чайка выпилили еще но не будет варить просто подошло время это отцепилась и когда это отцепилась возникло что-то возникла резкая вот это режущая боль и отошла и потом вроде как все успокоилось значит сделали клизму и выделили вот это вот катаваси что я ответил что я ответил и кстати мне прислал фотки и серджу наш наш знакомый любимый серджу да он прислал две фотки вот они я показываю сюда они я думаю что это вышли уже не паразиты а полипы вот эти вот знаете они долго сидят то есть одно дело операция такая раз отрезали и все вот это сам а когда что-то отмирает она честно отмирает она разлагается она превращается в слизь и наконец-таки наконец-то обрывается от ножки там своей этой или ножка уже выкачевывается и все это выходит вот в виде такой какой-то слизистой массы галяйте галяйте да значит что я порекомендовал натали так мне кажется это были полипы хотя может быть все да но мне процентов 80 отдают что это полипы и вот тут надо сделать на мой взгляд важные вещи но не забывать брать ответственность при этом на себя первое это скорее всего не человек подействовал а последствия чистки перчине да второе то есть чистка это многогранное явление обладающие мощнейшим действием на организм особенно с травками у она там по многим параметрам действует итак второе раз такая штука пошла это говорит о том что проделана проделанная прекрасно сработала против этой этих паразитов просто процесс растянулся во времени пока умрет вздохнет отомрет и оторвется так вот момент отрыва и было лезь это нормально и теперь ясно откуда она взялась ну я так объясняю кстати у сердца продолжает отходить нечто подобное смотрите теперь теперь вот именно смотрите когда пошла вот этого цвета зараза не надо дожидаться когда эти паразиты очухаются и укрепятся то есть полипы привыкнут к этому знаете еще что-то еще что-то еще тогда так далее вновь готовьтесь к чистке печени а поэтому я говорю первая чистка она значит там строгая как бы сказать пробивает дорогу что-то там делать а вот эта вторая третья особенно 2 3 может настолько мощность работать что вы удивитесь вот первое там как-то сработано 2 более меня в третью там повалилась или во вторую или третью там повалилась гораздо больше что вы даже ты не ожидали поэтому не надо тянуть и четвертую в качестве там вот посмотрели что там еще там вывалилась а вы тогда подготовились и сделали там допустим четвертую чистку печени там но отдохнул при этом отдохнул восстановив силы вы делаете и смотрите если ничего особо не вышло два-три там камушка каких-то и ничего такого все нормально с печеночкой а если еще у вас продолжает выходить там пол-литра какой-то мути еще там камушки готовьтесь пятую шестую пока вот этой дряни не будет а уже потом когда вот этого не будет вы будете профилактически это делать раз в год весной наиболее благоприятное время значит вновь готовьтесь к чистке печени и теперь предварительную подготовку проверите как я и говорил 10 дней вот она как раз полторы недельки молодец это то что надо все так же дозировку такую какую вы делали чтобы вам было комфортно если вы ее выдерживаете нормально дозировку то увеличить дозу трав полтора раза ну допустим это грубо говоря ну пускай там грамм всех этих трав за раз там съедали чувствуете нормально нормально значит дня два-три так раз нормально вы значит грубо говоря в два полтора раза раз два-три это выдержали нормально нормально то есть это как раз траванет хорошенько всю всю вот эту болезнетворную вот эту слизь вот это вот плесень которая обнаружила себя она уже обнаружила и она уже сдается поэтому но последний шторм что это все добить сделайте не бросайте все дело на полпути с тем что это опять отрастет у вас укрепиться и начнет вас гнобить гнобить ее не позволяйте такого над собой дело значит еще увеличили увеличение дозы нужно для сильного воздействия на паразитов они уже на пределе их надо бахнуть в итоге у вас получится десяти дневный курс противопаразитарки и подготовки к чистке печени далее сама чистка вашем случае не надо подстраиваться под лунный цикл не надо вот это первые чистки идут вам надо избавиться а то там чиститесь и все кстати если вы сейчас начнете противопаразитарку то сама чистка придется на конец лунного цикла примерно вот с 8 29 дней это будет хорошо то есть активность это печени не будет но нам нужна не столько будет активность печени нам надо чтобы вот этот как раз найти был закончен цикл лунный когда идет очищение в конце то есть у женщины там месячные идут и все это такое знаете вот это как раз очень хорошо это все сразу очиститься то есть толстого кишечника все это там выбрасывается и так далее так далее это очень важно понимать что мы попадаем просто в очистительный в заключить в заключение цикла действием которого является вот этот концовка очищения здесь чистка печени будет не столько допустим сработано как чистка печени хотя и это произойдет она будет выполнена как средство которая вот эту всю мазуту которая там это будет убита вот это опухоли вот эти вот вернее слизь вот это вот плесень она ее выпихнет еще мощным прослаблением вот для чего это делается значит стал я думаю что стул наладится сам потому что почему еще стул расстроился то если там мы знаете вот не заглядываем и думаем там вот вот это кишка а там кажется в кишке растут все что угодно завелось развелось она себе сидит тихонько легонько посасывает нас и все там ну там что-то сладится что-то это то более-менее нормально нормально и хорош и хорош да вот это как выйдет все начнет работать как часы значит на стул сейчас не обращайте внимания больше ходите и питайтесь как привыкли а потом когда все это вы сделаете у вас вот вот тогда то вы и почувствуете знаете подымите подымитесь на новую ступень здоровья а то даже на две-три перепрыгните почувствуете вот это да вот такие то дела так что молния вот такая вот ну что на этом мы закончим да закончим все сделаем выкладываем и все то есть чтобы вы понимали в школе в школе здорового образа жизни вот как раз класс не класс а направление очищения то есть предмет очищения организма извинания паразитов нормализация значит работы печени и вообще всех систем организма для того чтобы мы вернее при этом мы освобождаемся от этой болезнетворной слизи это самое худшее вообще что может быть там паразиты это там одно главное чтобы было не так уж много а вот слизь вот эта она зараза везде лазит туда-сюда какие паразиты вот и тут в школе здорового образа жизни на моем канале без всяких вложений вы получите настоящее здоровье которого с не было и которую вряд ли детям вам дадут но при этом если кто-то будет пытаться там заломиться вас деньги а результат может быть не тот который хотите на вывод это все сделал проделал почувствовал вот как бы сказать вот тогда-то и оказывайте благодарность каждой по своим возможностям так вот немножечко поговорим о благотворительности все люди во все времена поддерживали добрые хорошие начинания и если вы чувствуете что моя работа приносит пользу проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела которое помогает потому что о здоровом образе жизни настоящим таком каким он должен быть без разного рода пилюлики прочих прочих никто не говорит только здесь на канале об этом полноценно во всем объеме и углубленно рассказывается проявляйте свою благотворительность щедрость какую вы можете сделать с уважением и пожеланием доброго здоровья доброе здоровье